МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире события в студии Андрей Трой. Смотрите в выпуске. Жертвы гор. Самарцев, пострадавших в автокатастрофе на Эльбрусе, доставили в больницу Середавина. Тайны вселенной из первых уст. Космонавт Олег Артемьев рассказал самарским школьникам, чем пахнет космос. Ротация перед выборами. В Генсовете Единой России произошли кадровые изменения. Генеральный совет партии Единой России обновился на треть. 6 февраля в Москве состоялся первый этап 15-го съезда партии. Изменения коснулись как представителей самарской делегации, так и партийцев из других регионов. О задачах, которые стоят перед партией власти, расскажет Мариана Мирная. Кадровая ротация руководящего состава Единой России происходит ежегодно. На последнем съезде в Генсовет вошел исполняющий обязанности главы Самарского регионального отделения Игорь Станкевич, а полномочия депутата Государственной думы Александра Хинштейна были прекращены. Игорь Станкевич заверил, что готов к новым обязанностям. Сейчас на повестке дня отбор кандидатов на выборы в сентябре в Государственную и Губернскую думы. В этом году он будет жестче, чем обычно. Кандидат, который имеет судимость, уголовное прошлое, не рассматривается как человек, который может идти под брендом партии Единая Россия. Категорически. Далее. Определено имущественные пределы. Любой человек, имеющий недвижимость, либо счета, какие-то активы за рубежом, не может стать кандидатом от партии Единая Россия. Единороссам предстоит масштабный праймерис. Он пройдет по единым стандартам в единый день 22 мая. Надо, чтобы как минимум 10% пришли на праймерис. 10% от избирателей. Поэтому это непростая будет задача. И причем надо, чтобы пришли те, я имею в виду, которые представляет весь спектр избирательного списка. А не кто-то на автобусах, автобусами кого-то привез, проголосовали с ядерного электората и победили. А на самом деле потом на выборах, на выборах самих будет совсем другая ситуация. Делегировать на выборы достойных кандидатов – основная задача партии на данный момент. Праймерис необходимы, так как в результате праймерис, наверное, отсеиваются кандидаты от различных финансово-промышленных групп и приходят именно те депутаты на выборы, которые именно борются за чаяние народа своего и знают то, что для людей необходимо. Кроме изменений в Генеральном совете партии, в Высший совет были доизбраны 24 человека, среди которых телеведущие, предприниматели и представители бизнес-ассоциаций. Мариана Мирная, Алексей Золотенков. События. Первые лица страны и жители региона поздравляют губернатора Николая Меркушкина с юбилеем. Николаю Ивановичу исполнилось 65. Президент России Владимир Путин поздравил главу Самарской области с днем рождения, отметив успешное развитие региона и пожелав достижения всех поставленных целей и эффективного решения задач, стоящих перед областью и ее жителями. В день юбилея к губернатору обратился и председатель правительства страны Дмитрий Медведев. Добрые пожелания в адрес главы 63 региона высказали гендиректор корпорации Ростех Сергей Чемизов, руководитель корпорации Роскосмос Игорь Комаров, председатель совета директоров Газпрома Виктор Зубков, председатель правления Новотека Леонид Михельсон, глава Лукойла Вагит Олегперов и другие руководители крупнейших российских финансовых и промышленных компаний. Большое количество поздравлений пришло из Мордовии, которой Николай Меркушкин руководил ранее. Свой день рождения губернатор провел в рабочей поездке в Кошках. Подробнее о визите расскажет Марина Матвейшина. Этого звонка жители села Кошки ждали 15 лет. Образовательный центр, строительство которого из-за кризиса затянулось, открывает свои двери. Областные власти нашли деньги и 1200 ребят села будут учиться в современных классах. Школьники с гордостью демонстрируют свои новые возможности. И с помощью захвата взять его и перевести с места на место. На базе образовательного центра не только школа, но и классы начального и среднего профессионального образования. В них также самые современные учебные оборудования. На таких стендах студенты наглядно учатся вычислять оптимальные энергозатраты при транспортировке жидкости по любому трубопроводу. Посмотрим, как работает этот стенд. Включаем ток, мотор и начинаем увеличивать давление. Если слышим вот такой характерный свист, значит давление слишком сильное и энергозатраты тоже большие. Это не очень хорошо, что видно, в общем-то, на датчике. Эта цифра показывает мощность и энергозатраты, которые тратятся, когда жидкость идет по трубам. Рассчитываем давление, уменьшаем. Уменьшили давление и, соответственно, энергозатраты тоже уменьшились. Развиваться не только интеллектуально, но и физически. В образовательном центре работают бассейн и спортзал. Центр уникальный. Я сразу хочу сказать. И каких-то претензий предъявить, вот сейчас, каких-то особо серьезных претензий, что-то сделали не так, почти нет. Практически нет. Уже строители наши стали, в общем, тоже делать многие вещи, не кое-как, а делать по-настоящему. Поэтому, что это и для меня день такой необычный. И для кошек он очень важный, исторический день. И что такой образовательный центр и такой дворец спорта, который будет здесь к лету, это на долгие десятилетия вперед они будут этим гордиться и привлекать людей для того, чтобы здесь жили и радовались жизни людей. Летом в кошках откроется еще и спортивный дворец Победа. В двухэтажном здании площадью около 7 тысяч квадратных метров разместятся ледовая арена, универсальные тренажерные и гимнастические залы, а также шахматный клуб. Сразу после осмотра строительной площадки Николай Меркушкин посещает местный маслосырозавод. Его работники рассказывают, сейчас здесь проводят модернизацию оборудования, чтобы выпускать больше качественного продукта. Марина Матвеевшина, Константин Головин, События. 8 февраля все научное сообщество страны отмечает свой профессиональный праздник – День российской науки, утвержден указом президента 17 лет назад. Жители Самарской области, которые посвятили свою жизнь в прогрессу человечества, честовали в театре оперы и балета. За выдающиеся достижения и большой вклад в науку, премии и почетные грамоты губернатора получили больше 20 человек. Николай Меркушкин особенно подчеркнул – перед научным сообществом стоят большие задачи. Особая роль у сферы образования. В регионе нужно завершить создание образовательной пирамиды, вывести Самарский университет в топ-100 лучших вузов мира и продолжить работу по формированию опорных вузов. Решению этой задачи будет способствовать и создание технополиса «Гагарин-центр». Все на самом деле исключительно, исключительно сегодня важно. И нам с вами стоит в этом плане очень активно и конкретно работает. У нас сейчас «Гагарин-центр» уже теперь на выходе, в Евгении. Теперь практически мы понимаем, как сложится окончательно университет Самарский, научно-исследовательский. Туда еще мощный экономический блок придет, инженерный менеджмент. Там будут очень активно развиваться. Сегодня это направление исключительно важно для того, чтобы правильно конкурировать. Чем пахнет космос и мечтают ли нынешние школьники, как когда-то их родители, об освоении Вселенной? В День науки летчик-космонавт Олег Артемьев провел урок для самарских учеников. Интересные факты о космосе узнавала Лариса Шлафаст. Космос пахнет сваркой и жареным мясом, делится воспоминаниями летчик-космонавт Олег Артемьев. Он был в космосе в 2014-м, провел порядка 60 научных экспериментов. В общей сложности провел на МКС полгода. За это время два раза выходил в открытый космос. Когда открываешь люк наружу, то в станцию врываются те запахи, которые вот снаружи. И тот космос, который снаружи, он на самом деле так и пахнет. Ну а тот космос, который внутри, когда станция закрыта, он, конечно, пахнет немножко по-другому. Как в шкафу таком, бабушкиным таким. Потому что там постоянно идет обеззараживание атмосферы станции. Поэтому такой запах такой ионизированный. Во время пребывания на МКС космонавт не только работает, но и делится происходящим со всем миром через социальные сети. Чтобы быть ближе к современному поколению, космонавты заводят аккаунты в социальных сетях. Например, в Инстаграм Олега Артемьева почти 200 тысяч подписчиков. Здесь можно найти уникальные снимки из космоса. После общения с космонавтом многие самарские школьники и сами бы хотели отправиться на международную станцию. Ребята узнали не только о том, как живут и работают астронавты, но и как готовиться к полету. Сначала надо к этому подготовиться, испытать разные перегрузки. Также надо заниматься физкультурой, чтобы после возвращения многие привыкали к Земле. После космического урока, вооружившись новыми знаниями, школьники могут принять участие в фестивале «Азбука науки», который состоится осенью этого года. У каждого есть шанс предложить свои идеи для научных опытов. Лучшие эксперименты космонавты проведут на орбите. Лариса Шлафаст, Станислав Левин, События. Максимальную поддержку самарцам, пострадавшим в аварии на Эльбрусе, поручил оказать глава Самары Олег Фурсов. 3 февраля автобус с туристами упал в реку. Двое самарцев получили серьезные травмы. От операции в Кабардино-Балкарии они отказались и решили лечиться дома. Специальным рейсом их доставили в Самару, в больнице имени Середавина, где туристы сейчас идут на поправку. Их навестила Марина Кравцова. Профессиональный инструктор по горным лыжам, да еще и преподаватель, который готовит отряды МЧС Александр Черков и подумать не мог, что спортивный отдых при Эльбрусе закончится столь печально. За день до окончания путешествия автобус, в котором туристы возвращались в гостиницу, упал в реку с трехметровой высоты. Было заметно, что водитель куда-то торопился. То есть он ехал очень быстро, потому что ему сделали пару раз даже замечание. Ребята говорят, что он не просто быстро ехал, а гнал. Мы пробили вот такое заграждение и в небольшой обрыв в реку ушли автобусом в реку. Автобус завалился, но не перевернулся. Было два сильных удара. Пяти самарцам, что пострадали в аварии, первую помощь оказали в больнице Кабардино-Балкарии. Трое с незначительными травмами уже выписались. Двух пострадавших с серьезными переломами в Самару доставили на самолете. Поддержка родных, друзей и городских властей настроила на выздоровление, рассказывает Светлана Киселева. У нее перелом плеча. Наш отъезд был так организован. И сопровождение. То есть нас привезли к борту самолета. Были подданы скорые помощи. Поддержка от города была. Мне звонили. Вот вчера нас встречали представители департамента соцзащиты. Они были постоянно на связи со мной, были постоянно на связи с дочерью. В областной больнице имени Середавина пострадавшие проведут еще около двух недель, говорят врачи. Необходимы были какие-то дополнительные обследования. Им все сделали. То есть, в общем-то, сейчас они готовы для дальнейшего лечения. Один на один с бедой. Их не оставят материальную и консультационную. Всю необходимую помощь окажут городские власти. А дома и стены лечат. Настрой самарцев позитивный. Александр уверен, в следующем сезоне обязательно встанет на лыжи. А летом намерен отправиться в поход на Байкал. Марина Кравцова, Константин Головин. События. Кто кого. Коммунальная борьба с сюрпризами зимней погоды не прекращается. За выходные работники служб ЖКХ и благоустройства ударно потрудились. Расчистили от наледи крыши. Принялись за обледеневшие дорожки во дворах. Подробнее расскажет Марина Матвейшина. Стахановскими темпами. Только за выходные коммунальщики расчистили треть всех скатных крыш в городе. Все остальные сейчас огорожены сигнальными лентами. Работа по расчистке крови или от снега и наледи продолжается. Глава города Олег Фурсов ставит жесткие сроки. Выходные дни имеют очевидное преимущество. Меньше людей. И дороги посвободнее. Поэтому нужно использовать такие моменты для того, чтобы завершать очистку крови. До среды эту работу закончим. По крышам. Продолжается коммунальная борьба и с гололедицей. Дворникам предстоит избавить от льда половину дворовых проездов. Обилие припаркованных во дворах автомобилей замедляет эту работу. Но коммунальщики не сдаются. Рассыпают противогололедный реагент. Это тоже сегодня поле деятельности и управляющих компаний, и там, где есть ССЖ и ЖСК. Вот эту ситуацию я бы хотел обратить внимание глав районов и совместно работать. Ясное небо и отсутствие осадков – не причина забыть о снеге. Службы ЖКХ и благоустройство продолжают вывозить из города снег. Марина Матвеевшина, Григорий Плешаков. События. Экономика должна быть экономной. Этот принцип взяли на вооружение все муниципальные предприятия Самары. Глава города Олег Фурсов поручил пересмотреть подход к бюджетным тратам. Отказаться от ненужных и научиться зарабатывать деньги из внебюджетных источников. Как руководители предприятий и департаментов освоили антикризисный менеджмент, расскажет Марина Кравцова. Потратились и при этом сэкономили. Муниципальное предприятие, инженерные системы в прошлом году перешло на энергосберегающие технологии. Обновило парк техники. На чем еще и заработали. Новая техника, соответственно, меньший расход топлива, соответственно, меньшие расходы на ремонт техники. Мы заключали договоры с другими предприятиями, с организацией. Мы оказывали услуги, предоставляли им технику в аренду. То есть порядка 8 миллионов предприятий заработало на этом в 2015 году. Каждый рубль на счету. О необходимости экономии и поиска новых доходов. На встрече с главами городов и районов говорил губернатор Николай Меркушкин. Глава Самары Олег Фурцев поставил такую задачу перед всеми департаментами и муниципальными предприятиями. Для нас, конечно, каждая копейка, каждый рубль важен. Особенно в условиях экономической такой ситуации, непростой. Нам важно, чтобы все, что платят люди в виде налогов или все, что вы получаете в счет оказания своих услуг, как можно эффективнее работало на благо развития Самары. Теперь проводят ревизию, как справились в прошлом году. Почти все муниципальные предприятия отчитываются. Научились не только работать, но и зарабатывать. А значит и городской бюджет пополнять. Половина прибыли предприятий идет на нужды города. Из 29 муниципальных предприятий практически большинство, 25, работали в 2015 году лучше, чем в 2014. Где-то их прибыль возросла на 50%. В первую очередь затянуть пояса пришлось в городской администрации. Департаменты со схожими задачами объединили и сократили 20% чиновников. Зарплаты остальных заморозили. Урезали расходы на топливо, связь, оргтехнику. Но больше всего денег сэкономили за счет грамотного подхода к закупкам и аукционам. Почти полмиллиарда рублей. Бережливую политику продолжат и в этом году. И дальше будут сокращать расходы на нужды муниципальных властей. С аукциона уйдет часть служебных автомобилей. Все сэкономленные деньги, а сейчас это почти 700 миллионов рублей, пойдут на социальные статьи. Зарплаты учителям и воспитателям детских садов создания дополнительных мест для дошкольников. Марина Кравцова, Григорий Плешаков. События. И продолжая тему экономики. Доллар медленно слабеет. На 9 февраля Центробанк установил курс американской валюты на отметке 76 рублей 86 копеек. Курс евро 85 рублей 65 копеек. Рубль укрепился на фоне снижения нефтяных котировок. За баррель Brent дают 33 доллара 54 цента. Золото стоит 2880 рублей за грамм. Серебро стоит 36 рублей 65 копеек. Фермеры из США и Канады жалуются, что из-за слабого рубля они проигрывают конкуренцию с поставщиками зерна из России. А в Самаре на прошлой неделе подешевели мороженое рыба и мясо. Гонщики в погонах. Навыки скоростного маневрирования на патрульном автомобиле продемонстрировали инспекторы ДПС. В городском этапе конкурса профмастерства приняли участие 60 полицейских. Павел Бымаков, сам автолюбитель, оценил мастерство асов экстремального вождения. На счету каждая секунда полосу препятствий инспекторам ДПС необходимо пройти за минимальное время. На соревнованиях от этого зависит оценка судьи. На боевом посту может зависеть жизнь человека. Юрий Плотников в полиции служит уже пять лет. Высокое мастерство вождения не раз помогало ему догнать нарушителей. Работа признается не из легких, но о ней мечтал с детства. Думаю, каждый мальчишка с детства хотел работать инспектором ГИБДД. То есть это все связано с транспортом, с оружием. Соревнования очень важны для повышения квалификации сотрудников. Видите, все собрались, чтобы посмотреть друг на друга, кто как ездит и сдать нормативы. Показать лучший результат непросто. На заснеженной дороге машина слушается лишь умелых водителей. Лучшие преодолевают полосу препятствий примерно за минуту. Участие в конкурсе профмастерства приняли 60 самарских инспекторов. У нас по требованиям к конкурсу допускаются сотрудники, прослужившие в ГИБДД более трех лет. И первенство и соревновательный эффект присутствуют. Сотрудники полиции стараются обойти друг друга. Для них это стимул улучшить свои знания и теоретически, и практически. Да, допускаются лучшие из лучших. Победители городского этапа примут участие в областных соревнованиях, а затем отправятся в Москву, чтобы отстаивать честь Самарской области уже на всероссийском конкурсе. Павел Баймаков, Григорий Плешаков. События. Уникальная выставка, аналогов которой нет в мире, открылась в Самаре. Музей «Мотомир» Вячеслава Шиянова поначалу ютился в простом ангаре и буквально на днях переехал в новое просторное помещение. Здесь представлены уникальные образцы мотоциклов. Все в рабочем состоянии, и на каждом можно даже прокатиться. Я успел сбежать в музей до того, как в редакции спохватились. С тех пор, как древние шумеры придумали колесо, человечество только и делает, что разгоняется. И долгое время для разгона требовалось не четыре, а всего два колеса. Владелец музея раритетных мотоциклов Вячеслав Шиянов считает, что период 30-х и 40-х годов был золотой эрой мотостроения. Мотоцикл в 30-х годах – это был прежде всего символ непозиционной войны, символ войны моторов. Да, в 1942 году американцы изобрели свой великолепный джиг «Виллис», и он вытеснил мотоциклы. Но до 1942 года мотоцикл доминировал на поле боя. В музее Вячеслава Шиянова собраны уникальные мотоциклы. Некоторые существуют в единственном экземпляре, как, например, вот этот французский Рене-Жилет 350, созданный в 1932 году. Настоящее достояние Французской Республики, но живет в России. Особенность выставки Вячеслава Шиянова в том, что она охватывает золотой век мотоциклов. И у каждого из них есть своя особенная история. К примеру, вот этот BMW. Первый мотоцикл BMW в своем роде. И был создан за месяц чистого листа, буквально в сарае. А вот этот Марс – самый почитаемый мотоцикл в Германии. Буквально икона. Гламурная машина с уникальной конструкторской идеей. Большинство экспонатов музея Вячеслава Шиянова в рабочем состоянии. Хоть и были собраны буквально из пепла. Как, например, гигантский японский мотоцикл «Кураган». Он самый большой в мире и его высота – полтора метра. Или немецкий BMW Windhoff 750, у которого нет рамы, как у других мотоциклов. Шедевры коллекции можно долго перечислять, но главное, что на этой технике можно прокатиться в любой момент. Ни в одном музее техники мира нет такой возможности. Мы поставили себе задачу сделать действительно самую полную и уникальную коллекцию технического антиквариата в смысле мотоциклов в мире. И нам удалось это сделать. Экспозиция музея постоянно обновляется. И у Вячеслава Шиянова уже есть идея о том, как ее расширить. Но пока, говорит, это секрет. Андрей Трой, Максим Гусев. События. Красочное шоу ожидает самарцев. Коллектив «Баян Микс» готовится встретить свое десятилетие. В день рождения дуэта музыканты Сергей Войтенко и Дмитрий Хромков обещают горожанам настоящий праздник. На репетиции побывала Алина Чемерис. Все, салят, все вышли. Ты, Руслан, сгоняешься, вот эти, привезли тебе баян, водили. Не стоите по бокам. На юбилейном концерте все должно быть безупречно. Потому репетируют каждую деталь. Сегодня встреча без баянов. Артисты Сергей Войтенко и Дмитрий Хромков, словно актеры театра, отрабатывают движение и мимику. Шоу, которое они готовят для самарцев, обещает быть грандиозным. Десятилетие – это все-таки уже этап в жизни. Нас видели с разных сторон. И мы хотим показать как раз все наши разные стороны в этом концерте. И музыкантские, и композиторские, и актерские, и какие угодно. У нас на сцене будет ринг, мы это все должны будем как-то обыграть, в общем, что-то сделать. На сцене очень помогает как раз-таки непосредственный контакт со зрителем. То есть мы выходим, мы энергичные парни, нам нравится то, что мы делаем, нам нравится наша же музыка, наши аранжировки. И вот этот посыл энергетический, который мы посылаем в зал, естественно, если зрителю нравится, он начинает хлопать, он начинает реагировать. Постановкой концерта занимается столичный режиссер Олег Ремезов. С ним Войтенко и Хромков сотрудничают уже шесть лет. Заслуженный деятель искусств рассказывает, за десять лет ансамбль «Баян-микс» узнали и за рубежом. Вошел в интернеты финские, да, и там «Баян-микс» везде, да, у меня нужна была инструментальная музыка с «Баяном», ну, так вот, навеяло. Поэтому, конечно, они занимают достойное место, я считаю, вот в этом жанре, в этом виде искусства. Юбилейный концерт коллектива «Баян-микс» пройдет в филармонии 10 февраля. Артисты обещают удивить каждого гостя. Алина Чемерез, Дмитрий Мишканцов, События. Для каждого пятого жителя Земли в ночь с 7 на 8 февраля наступил настоящий год красной огненной обезьяны. Традиция отмечать его наступление именно в феврале, кроме самого Китая, принята в некоторых странах Юго-Восточной Азии, Европе и Америке, теми, кто следует восточной моде. Продлится год обезьяны до 27 января 2017 года включительно. Поздравляю вас с окончательно наступившим Новым годом. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok